Грандиозный скандал во Франции. Жители курорта Валарис требуют открыть для них местный пляж. Доступ перекрыли ради короля Саудовской Аравии и его многочисленные свиты. Монарх, которому принадлежит вилла на побережье, просил оградить его от посторонних. И в итоге полицейские блокировали даже водное пространство в радиусе 300 метров. Об отдыхе с королевским размахом и демократических ценностях французов. Репортаж Андрея Черкасова. Лазурный берег Французской Республики в предвкушении. Владельцы гостиниц и бутиков ждут приезда долгожданных гостей. Король Саудовской Аравии Салман Ибн Абдул Азиз Аль Сауд всегда путешествует со свитой из тысячи человек. И все они разом сегодня прибывают на юг Франции. Саудовский король давно облюбовал эти места. Королевская семья уже много лет владеет виллой в курортном городке Валариса. Но в этом году не все его жители рады приезду богатого соседа. По требованию короля на три недели, пока он и его родственники планируют отдыхать в Валарисе, власти префектуры закрыли общественный пляж. Любимое место многих местных жителей. Я прихожу сюда уже 72 года. Здесь я научился плавать. Так что для меня это настоящий шок, что пляж можно просто взять и отнять. Да они просто лишают нас отпуска. При всем уважении к королю. Только потому, что он король. Он не должен иметь больше прав, чем жители Европы. Французы, граждане этой страны. Бухту Мирандоль нельзя назвать пляжем высшего класса. Сама территория небольшая и берег каменистый. Правда, расположен он стратегически безупречно. Попасть на него можно только через подземный переход. С точки зрения безопасности идеальное место для таких вип-персон. Но пляж публичный. И по французским законам любой гражданин имеет право его посещать. Проблема не в том запретить или разрешить королю плавать в одиночестве. Проблема в том, что невозможно разрешить общественный доступ, когда здесь отдыхает глава государства. Мы не задавали бы таких вопросов, если бы это был Барак Обама. Французский девиз – свобода, равенство и братство. Большинство граждан республики в этой ситуации возмутило именно отсутствие равенства. Префектура региона Приморские Альпы, где и расположен пляж, явно по настоянию официальных властей страны, поспешила незамедлительно выполнить требования пусть и доброго, пусть и политически важного, но все-таки иностранного гостя. Местных жителей не спросили. Рабочие и служба безопасности установили забор с колючей проволокой, перегородили вход в тоннель, ведущий на берег, а часть самого пляжа вообще залили бетоном и установили здесь мобильный лифт, на котором король намерен спускаться к воде. Разные французские организации и группы граждан боролись как могли. И даже на время приостановили работы в бухте Мирандоль. Петиция с требованием запретить приватизацию общественного пляжа за неделю набрала свыше 100 тысяч подписей. Это при том, что население самого городка Валариса всего 30 тысяч. Но все тщетно. Сегодня декрет префектуры, отдающий на время отдыха пляж королю и его свите в единоличное пользование, вступил в силу. Гости из Саудовской Аравии намерены отдыхать на Лазурном берегу до 20 августа. Однако местные власти обнадеживают. У жителей Валарисы может появиться возможность окунуться в любимом месте. Для этого Его Величеству надо только отплыть на яхте от берега и провести часть своего отпуска в открытом море.